Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белосева. Назад в 90-е кто на самом деле был под прицелом киллера, застрелившего харьковского бизнесмена? Чьими руками? Куда ведут следы псевдоволонтеров, препятствовавших работе телеканала Интер? Охота за безналом. В какие карточные игры заставляют играть украинцы в банки? Злоключение украинцев в Париже. За что украинским туристам аннулировали американские визы в аэропорту Дегольф? Итоги визита министров иностранных дел Германии и Франции, которые на этой неделе посетили Украину. На какие уступки могут пойти украинские политики и на сколько еще хватит терпения у наших западных партнеров? Есть ли у Украины план по возврату Крыма и помогает ли государство тем крымчанам, которые хотят наладить свою жизнь на материковой части нашей страны? Об этом и не только сегодня будут дискутировать гости ток-шоу «Черное зеркало», которое уже готовится к эфиру и начнется сразу после выпуска подробностей. Еще трое украинских заложников вернулись из плена с территории подконтрольной так называемой ЛНР. Среди освобожденных двое гражданских и один военный. Как проходил этот обмен, расскажет Геннадий Вивденко. Он был сегодня на линии разграничения. Мост через Северский Донец на пересечении ряд противотанковых мин. Это район города Счастье под украинским контролем. С той стороны так называемая «Веселая гора» позиции боевиков. Обмен под наблюдением миссии ОБСЕ. Украинский офицер просит граждан на ту сторону не торопиться. Это украинские граждане, которых требуют для обмена так называемая ЛНР. С той стороны появляются те, кого хочет освободить украинская сторона. Их трое. Один военный, двое гражданских. Там их обвинили в сотрудничестве с СБУ за то, что они были опрошены сотрудниками службы, когда проходили линию разграничения. После освобождения рассказывают, как их старались использовать в своей пропаганде российские телеканалы. Когда, допустим, снимается кино, а рядом стоят люди с автоматами. В суфлёрах, в дверях. Не всё можно сказать. Тем более в ситуации, когда с тебя только что сняли наручники. Это понятно, наверное. Это уже на украинской стороне линии разграничения. Обмен состоялся в порядке шесть на ту сторону, трое на нашу. Официальные лица говорят, речь не о цифрах, а о судьбах людей, готовых вернуться под украинский флаг. То, что мы имеем в ЛНР, это уже, скажем так, наследие каких-то их действий, постфактум, по каким-то придуманным нарушениям этих людей, которых они задерживали. И в дальнейшем нам навязывают на передачу. Мы, гуманные украинцы, скажем так, готовы забирать любых людей, в том числе тех, которые заблудились, и даже в том числе, которые против Украины, но хотят перейти на эту сторону. Мы ожидаем, что это должно найти соответствующую реакцию, и мы требуем, чтобы все украинские бренды были на свободе. Сначала проверка здоровья и психологического состояния у международных сотрудников Красного Креста. Захваченный полтора года назад военный истощен, его просят беспокоить недолго. До дома? Да, да. Ну, слава Богу. Все хорошо? Да, да, все хорошо. Украинская сторона предполагает, что следующий обмен пленными произойдет уже через 3-4 дня. С той стороны остается 131 пленный, которых надо освободить. Геннадий Вивденко, Владлен Ноль, Василий Сачук. Подробности телеканал Интер из Луганской области. Возврат в 90-е. В Харькове убит известный бизнесмен, один из друзей и соратников Геннадия Кернеса. Юрия Демента расстреляли на городском кладбище. Это убийство уже связывает с покушением на харьковского мэра. Уж очень похож почерк киллеров. Кому перешел дорогу бизнесмен, выясняла Лидия Калинина. У Юрия Демента была такая традиция. Трижды в неделю он приходил на это кладбище, на могилу своей матери. Этим утром его здесь ждали. Следователи предполагают, именно так его и выследил убийца. Прямо на выходе киллер расстрелял Демента в упор. Несколько пуль попали в тело, несколько в голову. Бизнесмен погиб на месте. Автомат следователи якобы нашли на другой стороне кладбища, но официально этого не подтверждают. Частина речевых доказательств, она уже вылучена с места приходы, но следствие продолжается, будет еще додатковый ретельный огляд места подиев. Демент на могилу матери приехал без охранников. Убийца, скорее всего, тоже был один. Справился быстро. Ни работники кладбища, ни жители близлежащих домов ничего не успели заметить. Никаких подозрительных людей я не видела. Ничего подозрительного я не слышала. Кладбищенские работники Демента знали. Говорят, на могилу матери приходил часто. Был благодарен всем. Большим праздником, в день ухода и в день явления, вот этот день рождения ее, он приносил цветы. Пока место трагедии осматривали эксперты, на кладбище приехали и близкие друзья Юрия Демента. Среди них нардир Михаил Добкин и Геннадий Кернес. Его считают лучшим другом убитого бизнесмена. Дружили много лет. Юрий не раз приезжал на суды к Кернесу, при этом оставался человеком непубличным. Но мэр говорить о своем друге не захотел. Геннадия, дружище. Можно не раздражать? Да ничего. Без комментариев. Те же, кто знал Демента с детства, говорят, человеком он был веселым, и даже когда разбогател, не загордился. И с кем не конфликтовал, и не ссорился. Я не имею понятия вообще, кто им это мог сделать. Я думаю, что на кону просто большие деньги. Местные активисты за деятельностью Демента следили давно. Говорят, основные доходы в тени. Официально крупным бизнесом не занимался. Если посмотреть реестр, на городских сессиях ему не раз продавали землю и недвижимость. Он был серым кардиналом при Харьковском мэре, которого знал еще в далекие 90-е. Они вместе были одними из самых известных криминальных авторитетов, мафиози в городе Харькове. Это однозначно был ближайший соратник Геннадия Адольфовича. Здесь еще можно подтвердить слова моих источников. Они, допустим, говорят, что когда Геннадий Адольфович переходил какую-то грань, то единственный, который мог на него повлиять, это был Юрий Демент. Оба преступления и покушения на мэра весной 2014-го и сегодняшнее убийство сходны по исполнению. В обоих случаях киллер действовал, скорее всего, в одиночку, быстро скрылся и на месте оставил оружие. Поэтому эксперты предполагают, что убийство Демента – послание Кернесу. Да и место для расстрела у могилы матери выбрано, видимо, не случайно. Возможно, это может быть разговора с живыми, которые должны понимать, что их ждет, если они не пойдут на выполнение тех или других условий. Вообще, если в государстве есть одночасная и политическая, и экономическая кризис, как сейчас есть в Украине, отстрел бизнесменов, вероятно, что за все свидетельствует о переделах сфер вплыва. Такие переделы собственности при помощи автоматов – привет Украины из 90-х, считают эксперты. Только теперь все может быть еще масштабнее, ведь на руках у людей больше оружия. Официальное же следствие пока версии, за что убили Демента, не выдвигает. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Транзитный капкан. В парижском международном аэропорту Шарль-де-Голь застряли 22 украинских туриста, которые летели в США. Накануне, во время пересадки, их сняли с борта без объяснения причин. Кто и почему это сделал и где украинцы сейчас, разбиралась Ирина Романова. Они направлялись в Майами в круиз. Кто в свадебное путешествие, кто отпраздновать юбилей визы. Другие необходимые документы оформили еще в ноябре. Американское посольство, рассказывает туристы, выдало их без проволочек. И вчера в 7 утра 22 человека вылетели из Киева в Париж. Там должны были пересесть на рейс в Нью-Йорк. Но приземлившись в аэропорту Шарль-де-Голь, там и остались. Когда мы ожидали посадки в самолет, изначально представитель Air France, который был приглашен и вызван, он нам говорил, что ваши визы не подтверждает Вашингтон. И когда у нас просто изъяли посадочные талоны, это те проездные документы, дающие нам право на проезд, в дальнейшем паспорта изъяли, понимаете. Когда мы уже стали требовать, чтобы вызывали полицию, нас вот увели в полицейский участок, где в течение 5,5 часов мы находились, ну просто на полу. Талоны на еду, рассказывают пассажиры, выдали только в 11 вечера. Ночевать пришлось на полу, а в группе пенсионеры и дети. Самому младшему 2 года. Узнав, что билеты в Нью-Йорк аннулированы, попросили отправить их в Киев ближайшим рейсом. Но авиакомпания отказалась. Представители турфирмы, которые сопровождали группу в США, в недоумении. Есть все документы, все проплачено. Полностью проживание, питание 22 человека. Без объяснения всякой причины. С визами, которые действительны, которые получили вовы на 10 лет. Как такое могло произойти? Ни консулат Америки, ни консулат Франции вообще ничего не комментирует. К кому нам обращаться? В какое консульство? В какое посольство? Что нам делать вообще? Но мы же граждане Украины. Понимаете, если бы такая ситуация случилась с гражданами Германии, либо с гражданами Бельгии, либо, не дай бог, с гражданами США, то тут бы уже все службы были подняты на ноги. За комментариями мы обратились в Министерство иностранных дел. Там сообщили, что сегодня в 9 утра 6 туристов с маленьким ребенком уже улетели в Киев. Почему так получилось с визами, не знают. Это решение было принято американской стороной, поэтому вопрос о причине такого решения следует адресовать по американской стороне. Ничего конкретного на своей странице в Фейсбук не объяснило и посольство Украины во Франции. Уточнило лишь, что это решение миграционная служба США, которая проверяет в аэропорту Шарль-де-Голь пассажиров, летящих в Америку. Немного света пролили на ситуацию и в посольстве США в Украине. Мы про это знаем. Мы не можем понять, на каких предстоящих целью группу вы решили, потому что это в компетенции. Служба натурализации иммиграции это подраздел Министерства внутренней безопасности. Они этим переймаются. Мы направили свой запрос в службу иммиграции США, но пока ответа не получили. Тем временем в МИДИА заявляют, что сегодня вечером в 19.20 из Парижа в Украину отправят и остальных туристов. Ирина Романова, Сергей Килимник, подробности телеканал Интер. Стоп машинам. Трасса Днепропетровск-Николаев перекрыта уже вторые сутки. Акцию начали местные жители. Говорят, не снимут блокаду, пока чиновники не станут ремонтировать дорогу. В прошлом году после очередной акции кое-какие работы провели, но как только сошел снег, на трассе опять зазияли ямы, как после бомбежки. Поначалу люди не пускали только грузовики, теперь уже и легковушки, и автобусы, и проезды открыт только для аварийных служб, скорой и пожарных. Активисты говорят, выделяемых денег хватает лишь на то, чтобы засыпать выбоенной смесью щебней глины. Но это ненадолго. Чиновники в который раз пообещали построить бетонную магистраль с нуля, теперь ждут кредит. Когда он придет, неизвестно. Так что, похоже, эта акция надолго. Карточные тиски. Украинские банки ввели новые правила для владельцев платежных карт. По какой причине их теперь блокируют, и как не оказаться в списке террористов и мошенников? Елена Митясова подробнее. Елена каждую неделю на передовой возит волонтерам благотворительную помощь. Как теперь помогать, не знает. Говорит, с банками сплошная проблема. То с своей карты, куда перечисляются деньги, нереальную комиссию четверть от суммы, без предупреждения и объяснения снимают. А теперь и вовсе могут заблокировать счет в рамках борьбы с терроризмом. Активные финансовые операции с картой, и вы уже в черном списке банкиров. О том, что вы возможный потенциальный преступник, известят письмом по почте. Оно придет на домашний адрес. Выглядит как некое приглашение. Прийти в отделение для идентификации личности. С собой нужно взять паспорт и приготовить объяснение, откуда неофициальный доход. Могут понадобиться и подтверждающие документы, например, договоры. Не явились в банк в течение 10 дней или не смогли доказать законность дохода, карта в обоих случаях блокируется. В коммерческих финучреждениях объясняют, это не их каприз. Такое требование НБУ. По тем доходам, которые непонятно, откуда произошли, где непонятен источник происхождения этих денег, банки вынуждены до момента определения, что это все-таки были за деньги, как их человек заработал, приостанавливать операции по картам. Под удар в первую очередь попадают волонтеры, благотворительные организации, фрилансеры. Да почти каждый из нас, говорят эксперты. Родители, к примеру, детям-студентам, деньги перечислили больше, чем обычно. Или компания премию выплатила в незарплатный период. Представьте себе ситуацию, что ваш банк, в котором вы обслуживаетесь, находится в Киеве, вы в командировке во Львове, и операция, которая была сделана, на ваш счет поступила какая-то нетрадиционная сумма. Просто потому, что ваша компания, например, выплатила вам премию в 3 тысячи или в 5 тысяч гривен. Если ваша карточка заблокируется, то я понимаю, что в условиях Украины будет недостаточно сделать один телефонный звонок своему банкиру. Проверять и контролировать счета клиентов международная практика, говорят аналитики. Этот пункт прописан и в соглашении об ассоциации с ЕС. Но в Украине исполнение его далеко от идеального. Обычно карточка не блокируется, если речь идет о Западной Европе или речь идет о Соединенных Штатах Америки. Обычно просто данные банк может передать в финансовый мониторинг, специальную организацию, которая может заниматься рассмотрением подобного рода дел. Блокировать карточку, я думаю, что это больше, конечно, такое новшество Украины. Банк имеет право на 3 дня приостановить платеж и вас проинформировать. Если вы в течение 3 дней не пришли, ваши деньги, причисляясь так званые довояснения, находятся в течение 3 лет. В НБУ же говорят, блокирование платежных карт от коммерческих банков не требует только соблюдения законодательства. Но финучреждения вправе этим пользоваться и блокировать счета. Это помогает бороться с схемными операциями, с отмыванием доходов, с чехрайсом тощо. Потому что это международная практика, банки должны знать своих клиентов. Нацбанки советуют в подобных случаях находить с финучреждениями общий язык и решение проблемы не откладывать в долгий ящик. Но вот волонтер Елена сомневается, что все так просто. Две недели в АТО ее благотворительный счет заблокирован. Доказать, что деньги она получила с закона и не на террористическую деятельность, шансов практически нет. Елена Митясова, Павлина Василенко, Сергей Килимник. Подробности в телеканал Интер. Доллар взял очередную высоту. Официальный курс американской валюты сегодня уже 27 гривен и 24 копейки. В последний раз такой скачок отмечали год назад. Подорожал и евро. По данным СБУ, его стоимость 30 гривен и 4 копейки. В обменниках евро продают в среднем на 50 копеек дороже. То есть по 30 гривен и 50 копеек. А вот цена доллара достигает 27 гривен и 60 копеек. Сегодняшний официальный курс НБУ самый низкий за минувший год. Об этом заявляют в аппозиционном блоке. Здесь требуют созыва внеочередной сессии парламента, чтобы уже на следующей неделе внести изменения в бюджет. По словам депутата Сергея Левочкина, правительство заложило в смете нереальные цифры. А подорожание доллара на 13% за последние два месяца говорит о том, что к обмину не хватит средств для погашения госдолга. Депутат напомнил, аппозиционный блок предложил свои изменения в бюджет. Там курс доллара, как и прогнозируют международные аналитики, 30. Это позволит погасить внешние займы, а еще предусмотрена реальная индексация доходов украинцев, повышение минимальных зарплат и пенсий. Судебный марафон. Уже больше года семья погибшего на Донбассе добровольца из правого сектора не может добиться для него статуса участника АТО, а для осиротевших его детей положенных льгот. Почему Фемида не на их стороне, выяснял Сергей Бордюжа. Очередное судебное заседание и очередное разочарование Запорожский окружной админсуд отклонил иск семьи погибшего добровольца. Судились с госслужбой Украины по делам ветеранов войны и АТО. Просьба была одна. Признать 30-летнего Миружа Мирошниченко участником боевых действий. Это означает, вдова и двое малолетних детей погибшего лишены шансов получить от государства денежные выплаты. Таисия рассказывает, муж был добровольцем правого сектора, а эта структура не подчинена ни вооруженным силам Украины, ни МВД. Люди погибли, а виноваты, получается, мы сами, которые остались семьи. Муж Таисии погиб в августе 2014 года. Тогда автобус с бойцами правого сектора вез пленных на обмен. На одном из двух постов под Донецком бойцов показательно расстреляли. Выжили единицы. Тогда в сеть попало видео расстрела. На этих страшных кадрах Таисия и увидела в последний раз живым своего мужа. Меруш Мирошниченко был ранен, позже от полученных ранений скончался. Запорожский суд уже четвертая судебная инстанция, в которой вдова пыталась добиться соответствующего статуса и для Меруша, и для себя. Обращалась за помощью даже в Кабмин. Мы пытались хоть каким-то обжаловать и привлечь внимание правительства. Результат вы сейчас видели. Беда состоит в том, что именно нас судами стоят в ручном режиме. Суды обслужат, по сути дела, интересы нашего правительства, но не народа. Сейчас родные готовят апелляцию, готовы дойти даже до европейского суда. Мы будем добиваться, чтобы детям назначили пенсию, чтобы пользоваться льготами, предусмотренные законодательством для военнослужащих. Впервые о судебных мытарствах семьи добровольца подробности рассказывали еще прошлой весной. С тех пор младший сын Меруша, Спартак, который родился после смерти отца, подрос. Вот только свои первые шаги малышу приходится делать в залах судов. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Запорожье. О давлении со стороны правительства на Генеральную прокуратуру изданию главком рассказал бывший руководитель этого ведомства Виталий Ерема спустя год после своего увольнения. По его словам, правительство попросту не давало информацию о злоупотреблениях предшественников. Тогда как ГПУ вместе с Госфининспекцией нашла нарушение на миллиарды гривен. А когда в апелляционном суде решалась судьба экс-беркутовца-садовника, его коллег в штатском привезли к суду почему-то на служебном автобусе. Хотя позднее МВД от этой истории открестилось. Ну и настоящая стравля, по его словам, по словам Еремы, началась, когда расследовали историю о разворовывании нефти, хранившейся на Кременчугском НПЗ. Речь шла об упытках более чем на 3 миллиарда гривен. Создать новую коалицию и, соответственно, новое правительство призывает глава фракции БПП Юрий Луценко. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук. Переговоры, считает, должны начаться уже на следующей неделе. Политик утверждает, кризис доверия между Украиной и западными партнерами усугубляется. Страна теряет возможность безвизового режима сотрудничества с МВФ, пишет Луценко. И все это из-за нежелания премьера признавать фактический развал коалиции. Ницинюк уже потерял поддержку 4 из 5 фракций, поэтому нужна перезагрузка. БПП готов предложить годовой план совместных действий парламентского большинства и Кабмина, но исполнять его должна новая команда реформаторов без партийных амбиций, пишет политик. А вот что за кулисами говорят о переформатировании правительства? И кто может занять вакантные должности в Кабинете Министров? И почему депутаты отправились отдыхать именно сейчас, когда страна вошла в очередной виток кризиса? Об этом и не только сегодня будут дискутировать гости Евгения Киселева и Алексея Лихмана. Не пропустите ток-шоу «Черное зеркало» сразу после нашего выпуска. Одному из руководителей государственной компании «Спецсервис», которая находится в подчинении МВД и его главы Арсена Авакова, Печерский райсуд, сегодня взял под стражу. Главная военная прокуратура подозревает его в присвоении и продаже более 160 тысяч тонн речного песка, который находится на балансе предприятия МВД. Стоимость песка – более 5 миллионов гривен. Также установлено, что чиновник был в сговоре с сотрудниками спецсервиса и с должностными лицами МВД. Расследование в отношении других руководителей продолжается, при этом ни одной фамилии в прокуратуре пока не озвучивают. ПТУ на дороге. В Волынской области студенты и преподаватели профтехучилищ сегодня перекрывали трассы. Что вынудило людей к такому шагу, выясняли наши корреспонденты. Десятки студентов одного из местных профтехучилищ перекрыли трассу на Брест. За несколько минут протеста на дороге скопилась колонна из фуры машин. Студенты требуют стипендии. Ее не получают уже два месяца. В километре дорогу блокируют преподаватели другого профтехучилища. Они без зарплаты тоже два месяца. Пропускают лишь машины скорой помощи, автобусы с детьми. Я семью свою отримую. У меня дитина тоже навчается. Треба платить коммунальные услуги. Но, извините, это не 90-е годы. С нового года на счетах училища пусто. Нет денег на коммунальные услуги, стипендии не работает и столовая. Раньше там бесплатно готовили обеды студентам-сиротам. Всех долгов насобиралось на 2 миллиона гривен. Мы не можем заплатить податки, за которые нас сейчас будут штрафовать. Мы не можем выплатить коммунальных, которые у нас уже за боргованность скаженно есть, за газ, за электроэнергию и за все. У нас не только дети-сироты, из малозабоспеченных семей, из многодетных семей. Вы понимаете, не можно смотреться. Дети сидят тижнами, просят у меня деньги. Я получила пенсию, я раздала детям, чтобы они поехали домой, картофель привезли. Согласно утвержденному бюджету, в 2016-м училища должны финансировать из местных бюджетов. Те училища, которые в местах, они должны финансироваться из местного бюджета. Так, как нас место не хочет, область не может. И вышла такая колизия, что на сегодняшний день мы лишились вообще без заработной платы, без стипендий, без харчевания. До сих пор в Волынской области на баланс городов не приняли 5 училищ. Решение есть, говорят областные чиновники. Как только города включат в свой бюджет училища, долги погасят. Деньги должны поступить из госдотации. Видено распоряджение главы областной администрации, где разделено 6,5 млн. между этими закладами, между этими бюджетами. И, соответственно, как только поступают деньги, мы имеем возможность дать городам деньги, чтобы за сечен-лютий профинансировать эти заклады. Министру финансов Наталье Яресько новый порядок финансирования ПТУ тоже не нравится. Но вместо того, чтобы оперативно внести изменения, она потребовала от президента наложить на закон ВЕТА. Ситуация зашла в тупик. Пока в Кабмине разбираются, студенты и преподаватели голодают. Это не первая акция студентов профучилищ. Ранее на подобные пикеты выходили учащиеся в разных регионах, а преподаватели устраивали митинг возле Кабмина. Волынские студенты пообещали, если на них не обратят внимание, они тоже приедут в Киев. Ирина Исаченко, Кристина Гошенко, Юрий Голубинко. Подробности. Телеканал Интер. Волынская область. Вы смотрите подробности и вот, что у нас во второй части выпуска. Погребенные заживо. Число погибших под завалами дома в столице увеличилось. Кадровый капкан. Чем не угодил космическому агентству директор КБ «Южное»? Обеспечить свободную и эффективную работу журналистам призывает украинскую власть ОБСЕ. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Дуня Мьятович выразила обеспокоенность по поводу вмешательства в работу телеканала Интер. Речь идет о вчерашнем митинге с участием бойцов Азова у стен центрального офиса. Она подчеркнула, подобные действия в отношении СМИ недопустимы. Они ставят под угрозу безопасность журналистов и свободу прессы. Запугивание и препятствование работе корреспондентов Интера также осудили в международной организации репортеры без границ. Исполнительный директор этой компании Кристиан Мир в письме нашему каналу призвал все стороны конфликта решать его мирным путем. И напомнил, что МВД Украины несет ответственность за те последствия, которые могут возникнуть в результате совместных действий гражданского корпуса Азов и батальона Азов, воюющего под контролем министерства. Кто вчера блокировал работу телеканала Интер в целом и редакции подробностей в частности? Тех, кто не скрывал свои лица, наши журналисты легко смогли идентифицировать по видео с камер наблюдения. Кто они и в чьих интересах могли действовать, расскажет Олег Решетняк. Вчера перед самым выпуском подробностей в эфире телеканала Интер к офису компании пришли неизвестные с требованием прекратить трансляцию самого рейтингового телеканала Украины. На асфальте написали нецензурную брань, двери обклеили лентами. Но, как оказалось, сделали это люди не такие уж и безызвестные. Кто-то лицо закрыл, ну а кто-то решил, что это ни к чему. Пришли они под флагами организации «Вильни Люды». Гордо называют себя свободными волонтерами, существующими лишь начленские взносы. Некоторых из них, тех, кто был не в масках, мы идентифицировали по видео с камер наблюдения. Это Сергей Кузан. В свое время он был протеже Андрея Порубия, ныне первого заместителя главы Верховной Рады. Тогда же Порубий был одним из титульных политиков партии «Народный фронт». А вот еще один участник вчерашней акции у здания редакции подробностей. Иван Кишко. Штатный помощник нардепа от того же «Народного фронта» Николая Величковича. До того, как стать нардепом, тот был замом главы МВД Арсена Авакова, который уже не раз грозился прекратить вещание телеканала «Интер». Особенно после громких разоблачений наших журналистов. В частности, расследования по материальному обеспечению солдат в зоне АТО. Впрочем, Кишке знакома эта тема. Он в августе 2014 года на интернет-форумах покупал снаряжение для АТОшников, чего и сам не скрывает. Мы с ним связались по телефону. И вот, что он нам рассказал. Помощь – дело хорошее, но в рамках закона. А купля-продажа оружия и патронов в Украине без специальных документов запрещена законодательно. Подтверждают это и юристы. В Украине, естественно, оборот оружия и боеприпасов четко регламентирован. Вы не можете пойти на рынок, встать и продавать автоматы. Даже если это охотничье оружие, вы не можете встать и продавать патроны на развес. То есть, все это регулируется достаточно жестко. Его оборот ограничен. Есть специализированные торговые точки, которые это могут осуществлять. Также мы спросили у Кишки, почему он вчера участвовал в акции у офиса редакции подробностей. Ну что не устраивает? Может, те же сюжеты расследования о коррупции в правительстве, в частности, громкая тема рюкзаков Авакова, которые шли на фронт. Напомню, ведомство закупало военное снаряжение в разы дороже его номинальной стоимости и отправляло на фронт. Или сюжет о свободной контрабанде на границе Украины с Европой. И вот, что нам ответил Кишка. Вы делаете расследование, это все правильные вещи. Мы очень поддерживаем журналистские расследования. Если они выкривают действительно злочинную сторону чиновников, это очень правильно и очень полезно для молодой страны. Также в свободном доступе в интернете вот это видео. Оно 2016-го. Под флагами организации «Вильни Люды» колонна, идущая к администрации президента. Ее возглавляет нардеп от Народного фронта Николай Княжицкий. Так в чьих же интересах блокирование работы телеканала «Интер» в целом и редакции подробностей в частности? Кому выгодно называть пропагандой наши сюжеты расследования коррупционных скандалов? Олег Решетняк, Игорь Сюли, подробности. Телеканал «Интер». Космические ротации в Днепропетровске. Сотрудники конструкторского бюро «Южное» вышли на акцию протеста против кадровой политики Космического агентства Украины. О чем идет речь, расскажет Наталья Грищенко. Слава дочка, Брэйди Брош! Слава дочка, Брэйди Брош! Обеденный перерыв, но сотрудники конструкторского бюро идут не в столовую, как обычно, а в главной проходной. С транспарантами и речевками протестуют против увольнения директора, генерального конструктора Александра Дегтярева. Контракты, которые заключены с нами, все благодаря Дегтяреву. Боимся того, что развитие остановится, того, что приостановятся действующие контракты, того, что мы перестанем получать нашу зарплату. В КБ «Южное» Дегтярев работает 40 лет. Главой бюро стал 6 лет назад. С тех пор средняя зарплата выросла до 8 тысяч, количество международных контрактов – порядка 200. На его счету ряд успешных международных проектов, но в начале недели становится известно – Дегтярев уволен приказом Космического агентства Украины. Одна из причин – служебное злоупотребление по проекту «Циклон-4». Самого Дегтярева в бюро сегодня нет. На обвинения отвечают замы. Говорят, в агентстве искажают факты. Договор заключало Космическое агентство со страховыми компаниями, и они тендер проводили. Еще одна претензия – в проекты КБ государство вкладывает гораздо больше денег, чем получает. «Циклон-4». Чем он закинчився – мы понимаем. Створение системы супутникового звезда «Либидь». Чем закинчився – мы понимаем. Куда вытрачаются кошты государственного бюджета? Чему не отримано результаты?» В ответ на предприятие приводят свои финансовые отчеты. «В этом году предприятие перечислило в бюджет 448 миллионов гривен. При этом получили мы из бюджета 15 миллионов гривен». Кто возглавит «Южное» до сих пор неизвестно. В Космическом агентстве обещают провести открытый конкурс. А вот на предприятие уверены – поставят нужного человека, чтобы взять под контроль финансовые потоки. «Предприятие за счет своей успешной внешнеэкономической деятельности привлекает в Украину довольно-таки серьезные…» «Сотни миллионов долларов». «Финансовые средства в валюте. Понимаете? И дело в том, что эти средства, значит, они кому-то, наверное, нравятся». Ситуацию вокруг КБ сотрудники называют беспределом и уже направили открытое письмо президенту с просьбой вмешаться и разобраться. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности. Телеканал «Интер» Днепропетровск. Уже больше суток продолжается операция по спасению людей из-под завалов дома в центре столицы. На данный момент известно, что погиб один человек. Но спасатели предполагают, что под обломками еще есть люди. Все подробности расскажет Егор Логинов. Работа по спасению людей, оказавшихся под завалами, не прекращается ни на минуту. Несмотря на угрозу обрушения фасада, спасатели работают в три смены, вручную. Под завалами есть люди, а инженерная техника может только навредить. С места трагедии уже вывезли около 360 тонн мусора. В ближайшее время спасатели достанут еще одного пострадавшего, пока он не подает признаков жизни. Кроме него под завалами, предположительно, есть еще несколько человек. У нас есть информация, что где-то может находиться две или три особи. Пока эта информация не есть остаточной, то уже когда мы поэтапно раскроем все шары завалов, будет точно сказано, есть там эти люди или нет. На данный момент спасли удалось шестерых человек. Все они строители из Киевской и Закарпатской областей. Выполняли в доме ремонтные работы. Пятерых доставили в 17-ю киевскую больницу. Одного на следующей неделе прооперируют. На данный момент в лекарнии перебывают трое. Двух уже мы выписали. Еще двух мы планируем выписать в ближайшие дни. И один залишает, его нужно оперовать. Там есть перелом кисток стегна. Обвалившийся дом больше 10 лет находился в частной собственности. Ремонтные работы в нем велись с серьезными нарушениями техники безопасности. Да и разрешения на реконструкцию у собственников не было, заявил Виталий Кличко. Сейчас киевские власти принимают все меры, чтобы подобная трагедия больше не повторилась. Я дал завдание всем домам в центре города Киева провести оперативную нараду, взять под контроль, чтобы никаких работ в аварийно-небезпечных домах не проводилось. Если человек приватизировал дом, и он находится в плохом состоянии, не проводится никаких работ, мы будем иметь возможность этот дом забрать в коммунальную властность. Расследовать причины трагедии будет Главное управление столичной полиции. Там уже открыли криминальное производство по статье «Нарушение правил охраны труда», которое привело к тяжелым последствиям. Пока правоохранители готовятся к проведению первоочередных следственных действий и необходимых экспертиз. Егор Логинов, Павлина Василенко, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. Новые враги российских чиновников. На этот раз их нашли в туристическом бизнесе. Как хотят доказать тех, кто не разделяет правильные ценности? Подробнее о геотуристических дрязгах Данил Русаков, наш московский сапкор. Депутат Российской Госдумы Олег Михеев решил заняться туризмом. На подмогу позвал Генпрокуратуру. Народный избранник от «Справедливой России» составил целый запрос. Основная претензия одна. На сайте туристической компании TripAdvisor Крым помечен как территория Украины. Теперь негодующий парламентарий требует провести, цитирую, полноценную проверку. А еще предлагает изгнать организацию с местного рынка. Из Генпрокуратуры пока никаких известен на сей счет не поступало. Видимо, с депутатским запросом до сих пор не разобрались. А Михеев тем временем не унимается. Туристическую компанию обвинил в политической деятельности. Причем вредящей государственным интересам его страны. В самой компании, которая является крупнейшим сайтом в мире для путешественников, молчать не стали. Ее представители уже выступили с обращением. В нем сказано, сотрудники ориентируются на карты, утвержденные ООН. А там никакого отсоединения полуострова от Украины не заметили. Данила Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. Два с половиной миллиона мигрантов прибудут в Германию в ближайшие пять лет. Как власти Франции решили проблему с гетто для переселенцев в Кале? И почему беженцы стали причиной раздора между Австрией и Грецией? Обо всем подробнее наш европейский сапкор Татьяна Лагунова. Дипломатический раздор между Афинами и Веной. Власти Греции отказались принимать с визитом министра внутренних дел Австрии. И отозвали своего посла для консультаций. И все из-за беженцев. Европейские СМИ пишут, греки обиделись на австрицев из-за конференции по беженцам. В среду в Вене заседали министры внутренних и иностранных дел Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Косово, Хорватии, Черногории, Сербии, Македонии и Словении. Обсуждали, как сократить поток беженцев по балканскому маршруту. Представители Греции, которая боится, что его полностью перекроют, не пригласили. Мы хотим в Македонию. Попасть из Греции в Македонию, а потом по балканскому маршруту в Западную Европу хотят тысячи мигрантов. Но македонские власти ужесточили проверки на границе и время от времени закрывают пропускные пункты. Греческие лагеря для беженцев переполнены. Власти, говорят, страна на грани гуманитарной катастрофы. Помогите, пожалуйста. А это уже кадры из французского Кале. После того, как суд разрешил снести часть лагеря, там готовятся к выселению беженцев. Власти Франции обещают разместить людей в других приютах. Волонтеры сомневаются, что получится. По данным властей, нужно разместить тысячу человек, а здесь три тысячи. У властей есть лишь тысяча мест, куда денутся все остальные. А в Германии выясняют, куда делись беженцы. Министерство внутренних дел страны сообщило, силовикам ничего не известно. О местонахождении 130 тысяч мигрантов. Они прибыли в страну в прошлом году, зарегистрировались и больше не появлялись в миграционных центрах, куда были направлены. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Европейское. Бюро телеканала Интер. Теракт в Багдаде. Несколько взрывов прогремели в шиитской мечети. Погибли 15 человек и еще 50 получили ранения. Ответственность за эту атаку взяло на себя исламское государство. Все подробности узнаем у нашего военного корреспондента Вениамина Трубачева. Он сейчас работает в Ираке. Взрыв прогремел во время вечерней молитвы. Мечеть была заполнена людьми. Террорист-смертник беспрепятственно зашел вовнутрь и привел в действие бомбу. Когда на место трагедии приехали полицейские и медики, произошел повторный взрыв. Оказалось, что еще один террорист-смертник находится неподалеку. Погибли 15 человек. Четверо из них сотрудники иракских спецслужб. Но количество жертв может увеличиться. В больницах остаются десятки тяжело раненых. Я видел этих террористов. Они были молоды. Один прошел в центр мечети и взорвал себя. Второй подождал, пока сбегутся родственники погибших и взорвал себя у входа в мечеть. Ответственность за двойной теракт взяли на себя боевики ИГИЛ. Эксперты говорят, что взрыв в Багдаде, вероятно, стал ответом джихадистов на подготовку правительственных войск к атаке на Масул, который уже практически два года удерживает ИГИЛ. Этот город является столицей исламистов в Ираке. И армия собирается взять его штурмом. В пригород Масула продолжают перебрасывать технику и солдат. Наши бойцы освободят Масул. Сегодня на фронт отправляется еще одна бригада. У военных хорошая экипировка, современное оружие. И самое главное, на очень высоком уровне моральный дух. Мне удалось пообщаться с одним из полевых командиров, которые участвуют в операции по освобождению Масула. Он сказал, что зачистка города должна начаться в ближайшее время. Но точную дату назвать отказался. Вениамин Трубачев и Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Пригород Масула. Ирак. Действительно, Вениамин Трубачев сейчас находится вблизи Масула. Ему удалось попасть на передовые позиции военных. И своими глазами увидеть, как они борются с террористами исламского государства. Его эксклюзивный репортаж из Ирака. Смотрите завтра в подробностях. Конец эпохи Блаттера. Многострадальная FIFA избрала нового президента. Кто стал лицом мирового футбола и как проходило голосование, расскажет наш спецкор Светлана Чернецкая. Это начало новой эпохи FIFA. В швейцарский Цюрих на внеочередной конгресс ехались представители 207 национальных футбольных федераций со всего мира, в том числе и Украины. Буквально накануне голосования количество претендентов на президентский пост сократилось до четырех. Свою кандидатуру снял южноафриканец Tokyo Sex Valley. Его считали аутсайдером гонки. Само голосование тайное. В специальной будке по очереди вызывали представителей каждой федерации. И во втором туре победу одержал швейцарец Джанни Инфантино, генеральный секретарь УЕФА. За него проголосовала и делегация из Украины. Он обещает отдавать часть прибыли FIFA национальным ассоциациям и сделать все, чтобы восстановить репутацию FIFA. Инфантино обошел члена королевской семьи Бахрейна, шейха Салмана, принца Иордании Али и бывшего заместителя генсека FIFA Жерома Шампаня. Что самое интересное, Зэп Блаттер с позором, вылетевший из президентского кресла, до сих пор считает себя главой федерации. Уверен, на его стороне будет спортивный арбитражный суд. Ну и благодаря Блаттеру у FIFA сейчас очень непростой период, что называется черная полоса. Громкий коррупционный скандал, охота швейцарской и американской прокуратур, задержание функционеров. В общем, на сегодняшний день возлагались немалые надежды. И перед голосованием за президента на заседание примели целый пакет реформ, чтобы показать, что FIFA готова меняться в лучшую сторону. Это начало изменений в федерации. Я уверен, что у FIFA впереди много реформ. Если мы будем работать вместе, вместе обсуждать, что лучше для будущего FIFA, вот что самое важное. Теперь зарплаты функционеров не будут засекречены. Мы узнаем, сколько получают новый президент Инфантино, все члены совета FIFA, генсек и главы комитетов. Еще одно важное изменение – ограничение пребывания на президентском посту. К примеру, за Блаттер избирался четырежды. Главой FIFA он был целых 18 лет, и это далеко не рекорд для организации. Жюль Риме возглавлял федерацию 33 года. Ну а новоиспеченный президент Джанни Инфантино сможет возглавлять организацию максимум три срока, то есть 12 лет. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Тайн вокруг «Оскара» все меньше и меньше. За два дня до церемонии награждения букмекеры назвали главных претендентов. Есть ли среди них фильм об Украине? Мы спросим у Дмитрия Анопченко, который дежурит в Лос-Анджелесе вокруг красной дорожки в ожидании имен победителей. Итак, Дима, здравствуй. На кого принимают ставки? Добрый вечер. Ну, действительно, главная новость сегодня здесь, в Лос-Анджелесе, что букмекеры определили список своих фаворитов. Должен сказать, что для них «Оскар» ведь это не только яркая церемония, для них это бизнес, где, если сделаешь неправильные ставки или примешь неправильные ставки, можно потерять миллионы. Но они, конечно, эти миллионы хотят заработать, поэтому разнюхивали как могли. Так вот, по данным букмекеров, все-таки в этом году может сыграть ставка Леонардо Ди Каприо. Вечный номинант, вечный неудачник. Он так долго ждал своего «Оскара». Букмекеры уверены, что в этом году он заветную статуэтку может получить за лучшую мужскую роль. В фильме «Ревенант» выживший в украинском прокате эта лента будет называться «История Хью Гласса». Более того, об этой ленте много разговоров. Ну, только представьте, 12 номинаций на «Оскар». Именно поэтому, ну, по крайней мере, в этом убеждены букмекеры. И «Алехандро Иньерита», режиссер фильма, может получить «Оскара» за лучшую режиссеру. Ну, и, в принципе, эта лента может быть в этом году признана лучшей. «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана может получить Сильвестр Сталлоне. Его фильм «Крид. Возвращение Роки. Наследство Роки». Тут двоякая ситуация, потому что, с одной стороны, в Голливуде, в принципе, принято поддерживать тех, кто долго не был на плаву, долго не был на больших экранах. Вот эти вот камбэки тут традиционно поддерживают. Это тренд, это традиция. С другой стороны, мне сегодня многие признались, что в актерской гильдии Сильвестром многие недолюбливают. Ну, якобы, очень конфликтный человек. Друзей у него здесь мало. Поэтому «Оскара» может получить, может не получить, но букмекеры уверены, что все-таки «Оскар» будет у Сталлоне. Ну, и приз за лучшую женскую роль может получить Бри Ларсон, звезда фильма «The Room». Еще раз скажу, что это неофициальный результат, и, конечно же, в этом уверены букмекеры. Обычно их прогнозы сбываются с точностью до 90%. Тут, важно сказать, Наташ, ну, действительно, не зритель, может быть, даже ты не знаешь, насколько серьезно Академия защищает свои секреты. Ну, представьте, 80, больше 80 лет уже проходит церемония, разумеется. И сами актеры, и букмекеры за это время пытались разузнать, заранее разнюхать, кто же победит. Подсылали шпионов в штаб-квартиру Академии, пытались подкупить тех, кто изготавливает фигурки. Ну, Академия делает замечательно. Изготавливаются таблички для всех номинантов. Затем, когда уже победитель выходит, чтобы получить своего Оскара, на его имени, на этой фигурке нет. Табличку прикрепят только через неделю, две, уже без камер, в таком, в неофициальном порядке. Ну, и многие здесь признаются, я разговаривал, в частности, с официальным комментатором церемонии Оскар, свыше 30 лет он ее комментирует, что то, что происходит в зале Оскаровской церемонии, это абсолютно не наигранно, ну, не сыграешь вот это удивление, вот эту радость, когда называют ее фамилию. Только три человека, не только во всех Соединенных Штатах, но и во всем мире, знают имена будущих победителей, имена тех, кого выбрали телеакадемики. Ну, а именитые звезды, когда отправляются на церемонию, действительно чувствуют себя как школьники и волнуются как школьники. Наташа. Дима, ну, а сам-то ты уже поставил на украинский фильм о Майдане. Да, хороший вопрос, но не знаю, можно ли об этом в эфире говорить, мне сейчас от руководства влетит. Дело в том, что сразу после церемонии собирался идти делать ставку для того, чтобы, ну, не столько выиграть, сколько поддержать нашу ленту. Здесь огромный интерес к этой ленте, большие ставки делаются на нее, большие шансы. Ну, и что еще интересно, увидев, насколько серьезно, насколько патриотично восприняли здесь, в Америке, вот этот фильм о Майдане, пошли разговоры о том, что уже в следующем году, возможно, еще через год, снимут и художественный фильм, и кто-то из великих режиссеров за него возьмется, фильм о Майдане. Ну, в частности, может быть, даже и сам Спилберг. Будем около красной дорожки, если увидим его, обязательно об этом спросим. Наташа. Спасибо, Дима. Дмитрий Анопченко из Лос-Анджелеса о последних приготовлениях к церемонии вручения Оскара. О том, что приготовила редакция «Черного зеркала», нам расскажет ее ведущий Евгений Киселев. Евгений, добрый вечер. Чем вы заинтригуете своих зрителей сегодня? Добрый вечер. Ну, сегодня годовщина начала оккупации Крыма, и, безусловно, эта тема будет одной из главных в сегодняшнем обсуждении. Как вернуть Крым обратно Украине? Этот, наверное, сложнейший вопрос мы сегодня будем обсуждать, пытаться найти какие-то решения, хотя сиюминутных решений, разумеется, нет. На будущей неделе мы ждем очередной встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки. Тема предстоящих переговоров, как, впрочем, и тема очень важного визита министров иностранных дел Франции и Германии, который состоялся на этой неделе в Киев, тоже будет обсуждаться. И сегодня в нашей программе примет участие еще один министр иностранных дел другой европейской страны, министр иностранных дел Литвы. Я напомню, что Литва – это одна из тех стран, которые наиболее последовательно поддерживают Украину практически по всем вопросам. И вот, что касается господина Ленкевича, то, насколько мне известно, у него особый взгляд и достаточно пессимистический на перспективы минского процесса в ближайшем будущем. Ну и, конечно, сегодня здесь соберутся представители разных политических сил, а о перспективах развития политической ситуации мы с ними тоже будем говорить. В частности, интересно послушать, что они думают и могут ли как-то прокомментировать появившиеся слухи о том, что премьер-министр Арсений Яценюк написал добровольное заявление об отставке. Спасибо, Евгения. Вот таким будет «Черное зеркало» сегодня. А я традиционно желаю вам хороших новостей и прощаюсь до завтра. Доброй ночи. Продолжение следует...